Что я говорил? Раскидываю все за кулисами, а я прибираю. Так хожу, там ведь я прибираю. Ха, еще одна вещичка в мой сундучок. А? А откуда вы это знаете, чья это туфелька? Туфельки. Может, ее Золушка из спектакля потерял? Ага, Золушка. Знаю я эту Золушку. Юлия Ванна ее зовут. Вечно распорядок Дома культуры нарушают. Все время репетиции после работы назначают. Вот, у нее, знаешь, сколько детей? Сколько? Шестьдесят, не меньше. Ого, вот это семья. А кто же у них отец? Ох, вотцы-то разные. Мать одна. Мама, кариограф она. Вот, они соберутся вокруг нее, как цыплят вокруг дочки. А она им раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Зеркальце говорит. Григорьева Юлия Ивановна закончила Омский областной колледж культуры и искусства в 2010 году. С ее приходом на работу в Муромцевский культурно-досуговый центр «Альтернатива» был создан разновозрастной хореографический коллектив, объединяющий около шестидесяти учащихся. Обладая профессиональными навыками, Юлия Ивановна передает свое мастерство юным исполнителям, которые являются постоянными участниками культурно-массовых мероприятий, добиваются высоких результатов на районном, областном, всероссийском, межрегиональном, международных уровнях. Среди списка наград диплом бауреата второй степени Международного фестиваля конкурса искусств «Родники России», диплом бауреата первой степени областного хореографического конкурса «В ритмах Омского времени», диплом бауреата первой степени областного конкурса детского творчества «Звонкий голос детства», диплом первой степени Международного фестиваля конкурса детского и молодежного творчества «100 друзей», диплом участника областного конкурса хореографического искусства «Формула танца», Диплом лауреата третьей степени Международного конкурса фестиваля хореографического искусства «Гранд фестивал» — город Сочи. Диплом лауреата первой степени, диплом лауреата третьей степени Международного онлайн-конкурса хореографического искусства «Вдохновение». Особой гордостью коллектива является солистка Елена Жичкова. Её природные данные, упорство, достижение творческих целей позволяют добиваться высоких результатов на районном, областном, международном уровне. Среди списка наград – самая высокая, лауреат премии президента Российской Федерации. Елена Жучкова удостоена персональной записи на Международной детской доске почета. Она была приглашена на итоговый экзамен по классическому танцу в Омске и областной поле шкультуры и искусства, где ее исполнительское мастерство было высоко отмечено коллективом педагогов хореографического отделения. В данный момент Елена обучается в ОМГУ имени Достоевского по специальности «Хореографическое искусство». Хореографический коллектив «Ракурс» неоднократно участвовал в областном празднике «Певческое поле» и межрегиональном фестивале «Троицкие хороводы». Он отмечен благодарственным письмом Комитета образования Администрации Муромцевского муниципального района. В 2016 году коллективу присвоено звание «Образцовый самодеятельный коллектив». Хореографический коллектив под руководством Юлии Ивановны Григорьевой вносит достойный вклад в развитие самодеятельного творчества района. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Ух ты! Это что такое? Не балуй, не балуй. Это трещотки народного вокального ансамбля Поляна. О, я их поеду, он культур нашел. А почему фойе? Они на сцене? Ух! Они в тот год, знаешь, как там гастролировали по району-то и по области. Везде выступали. Бывал че, приедут ночью после выступления. По стюму фойе побросают инструменты, положат и скорее домой спешат. К девчонкам, мужьям. О, а мне че делать-то ночью? Я костюм приберу, инструменты все сложу. Трещотки мне очень понравились. Я иногда ночами балую. Раз, два, три, зеркальцы, говори! ПЕСНЯ Интерес к певческому искусству в нашей стране был издавна велик. Настоящее время стал поистине всенародным. Именно поэтому с 1990 года народный коллектив Поляна собирает на репетиции тех, кто любит петь и дарить радость общения с народной песней. Многое изменилось с тех пор, как молодые супруги Барашковы, окончив Омское училище культуры и приехав в Муромцево, организовали ансамбль «Честушка». Направление их творческой деятельности было выбрано не случайно. Юрий Петрович по специальности руководитель Оркестра народных инструментов, а Татьяна Александровна руководитель хорового коллектива. Прибавьте к этому молодость, свежие знания по специальности и, конечно же, неистребимые желания творческого совершенствования. Оттого, наверное, и репертуар начинающего ансамбля состоял в основном из веселых песен и частушек, оправдывая первоначальное название коллектива «Честушка». С годами рос опыт работы, росло количество участников ансамбля, накапливался песен и творческий багаж. Внимание коллектива все больше привлекали лирические, исконно русские, обрядовые песни, исполнение которых требовало и многоголосье, и использование плесовых движений и инструментального сопровождения. Говорят, что имя накладывает свой отпечаток, влияя на судьбу человека. Вот так же, думается, имя коллектива играет большую роль в его становлении и творческом развитии. Быть может, не случайно появилось новое название ансамбля – «Поляна». Исполнительский уровень специалисты определили как профессиональный, что позволило коллективу в 1994 году получить звание «Народный». Для самодеятельного коллектива это очень высокая оценка, обязывающая к дальнейшему росту мастерства. Участники «Поляны», средний возраст которых 50 лет, люди различных профессий. У каждого дети, у каждого в жизни свои трудности, заботы, но тем не менее, они находят время для репетиций, для участия в культурных мероприятиях, гастрольных поездках. Знают «Поляну» села нашего района, знают и зрители соседних районов – Сидельниково, Тар, Большеречи, Знаменки, Горьковского. Этот коллектив принимал аплодисменты, выступая на престижных сценах города Омска и даже побывал в составе делегации артистов Омского музыкального театра на Днях русской культуры в Казахстане, в городе Павлодаре. Коллектив «Поляна» является лауреатом 3-го Всероссийского фестиваля русской культуры «Душа России», лауреатом 3-го областного фестиваля «Поёт село родное», дипломантом областного фестиваля «Салют победы», дипломантом первой степени районного конкурса ретро-песни «Ностальгия», дипломантом районного конкурса самодеятельных авторов «Моронцевский родник». За активную работу по пропаганде народного творчества, высокий уровень исполнительского мастерства «Поляна» не раз награждалась почетными грамотами, благодарственными письмами Главного управления культурой и искусством. За эти годы у ансамбля появились свои зрители, поклонники, которые с большим удовольствием приходят на отчетные концерты коллектива и получают огромное наслаждение, заряд бодрости и настроения. Уже 28 лет коллектив радует своего зрителя, а все начиналось с частушки. Песня «Ностальгия» 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 Наши танцы, наши песни, что же может быть чудес? И чинили руку армазит, это дружище коллектив. Ёлочки, сосёночки, зелёные, колючие, Валяю все девчоночные, весёлые и ручьи. С юбилеем, вовремя, вручь нам поздравляем, Счастья творчества, успехов мы вам всем желаем. Ёлочки, сосёночки, зелёные, колючие, Валяю все девчоночки, весёлые и ручьи. Ёлочки, сосёночки, зелёные и ручьи, Валяю все девчоночки, весёлые и ручьи. Кто заскучал? Открывай! Ух ты! Это что? В зиме готовитесь? Не трепи! Потреплешь! Как носить-то будет? Это же шапка Егора Мотова, солиста вокального ансамбля «Карамель». Вот, образцового вокального ансамбля «Карамель». Он мне эту шапку одевает на выступление, когда собирается. А это я прибрал её. Хотел наш швейер местный показать, чтобы она мне в зиме такую же сгоношила. Хорошо? Ну и где вы её взяли? Да где-где? Я её в фойе и взял. Я её... Старшин. Они вчера только с концерта приехали. С конкурса приехали. И областного. Он, ещё Егор Петров и Ксюх Коноплёва туда, если выступать. Вот, а шапочку-то я и прибрал. Гораздо они по конкурсам ездят. И ездят, и ездят, и ездят, и ездят. И ведь никогда с пустыми руками не возвращаются. И лурианты, и дипломанты. Да ты сама-то у зеркальца расспроси, но тебе всё расскажешь. Вот. А шапочку я себе даю. Раз, два, три, зеркальце, говори! Вокальный ансамбль «Почемучки» был создан как коллектив-спутник народному коллективу сольного пения и ностальгии в 2008 году. Благодаря любящему своё дело педагогу Ане Николаевне Мотовой коллектив живёт активной творческой жизнью, участвует в различных мероприятиях. «Почемучек» принимает зрителей любых возрастов, а яркие костюмы, сияющие глаза детей дополняют прекрасное исполнение и оставляют глубокое впечатление. У ансамбля обширный репертуар, подобранный индивидуально для солистов, дуэтов и разных возрастных групп. Коллектив является постоянным лауреатом районного конкурса детского самодельного художественного творчества «Муромцевские самоцветы», районного фестиваля самодельного художественного творчества «Селожим чужиной культуры», областного фестиваля русской культуры «Душа России». Среди списка наград благодарственное письмо Фонда поддержки развития детского творчества «Планета талантов». Грамота за первое место муниципального творческого фестиваля конкурса «Весенняя копель». Диплом лауреата второй степени межрегионального фестиваля конкурса «Таланты, рождённые Сибирью». Солистка вокального ансамбля «Почемучки» Виктория Петрова – это гордость коллектива. Её вокальные данные, трудолюбие и творческое стремление позволяют побеждать на конкурсах различного уровня. Недавно в коллективе появились новые звёздочки-солисты. Это Ксения Коноплёва, Егор Мотов и Егор Петров. За короткий срок успели пополнить копилку ансамбля высокими наградами. В 2017 году вокальному ансамблю «Почемучки» было присвоено высокое звание «Образцовый». Вместе с этим поменялось и название коллектива. Образцовый вокальный ансамбль «Карамель» любой праздник, концерт, фестиваль наполнит добром, искренностью, улыбкой и любовью. «Карамель» У нас красиво здесь Очень намерно и как у вас. И так же, как вы, Между прочим, я люблю биджаз. Уап-пам-пирам, па-па-пам. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Уап-пам-пам-пам-пам-пам. У-у-у. Здравствуйте, бабушка Элла, Пусть я немного накоплю, И чтобы привести признание мне вдвоем По медику, миленькую. Хочу сама убедить, О, очень, что границ не знает джаз. Пусть я с таким мужчиной знаю, Вы поймёте, что я хотела спеть для вас. Сейфью Элла, Бам-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-баба. Сейфью Элла, У-о-о-о. Бам-бам-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-бадум-б Ба-ба-бам! Сейк-юэрла! Ба-ба-бам! Сейк-юэрла-ла-ла! Элла! АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАГАРА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Даша! 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 аплодисментами. Выступления родных напевов не оставляют равнодушными не только муромчан, но и зрителей других районов области. В 2013 году коллектив подтвердил звание народной, вел активную концертную деятельность поселом района, за это награжден благодарными письмами. Родные напевы стали лауреатами района фестиваля самодеятельного художественного творчества «Село Желчужной культуры». Ансамбль участвовал в заочном международном конкурсе искусств «Славянский путь-2014» районом фестиваля самодеятельного художественного творчества «Село Желчужной культуры» и получил диплом участника. Коллектив награжден благодарственным письмом Центра русской традиционной культуры за успешное сотрудничество. Яркие вокальные данные, личностные качества исполнителей, работоспособность, самоотдача, увлеченность, активность – все это помогает коллективу в достижении высокого уровня исполнительского мастерства, «Приобретение индивидуального сценического образа». АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Раз, два, три, зеркальце, говори! Русская народная песня, содержательные авторские ретро-песни стали источником вдохновения, света и добра, которых так не хватает в современном мире. Они сближают совершенно разных людей, помогают им. Без преувеличения можно сказать, что народный коллектив ностальгии популярен и имеет свою аудиторию. Музыкальные гостиные, проводимые на базе репертуара коллектива, всегда яркие и самобытные. Особая атмосфера хорошего настроения, царящая на программах, репертуар, позволяющий перенестись на несколько лет назад, близость исполнителей к зрителям – все это способствует взаимопониманию и контакту, желанию прийти еще раз. Каждый участник коллектива – это творческая индивидуальность. В коллективе есть ведущие солисты. Это очень трудолюбивые и ответственные люди, целеустремленные, много- и плодотворно работающие. К работе подходят серьезно, вдумчиво, оттачивая каждую фразу, каждый штрих. Регулярное посещение репетиций, ответственность дает свой положительный результат. Регулярное посещение 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 Алло, я слушаю. Хорошо, передам. Коллеги, только что позвонили из бухгалтерии. В честь нашего юбилея, в честь нашего праздника, время обменяется. Так что, работаем с двойной энергией. Вы слышите, кто-то плачет. А кто это может быть-то, а? Я не знаю, кто у нас в декрете. Коллеги, да это же пусть работник родился. Тогда я первую очередь занимала. Девочки, давайте по порядку. Подождите, подождите, я уже два года в очереди стою. Мне методист вот как нужен. А мне это понятно. А мне худ рук. Да и потом. Сколько я могу без зама работать? Так что, я претендую на двойню. Тихо, тихо. Кажется, не суд. На этот раз и есть все. Что кому нужно, разбирайте. Ой, посмотри, что у меня написано. Методист. А у меня, а у меня компаниатор. Вон какой голос звонкий. Давай меняться. Давай. Кути-усеньки. Кути-усеньки. Слава Богу. Заждались. Ой, да что ж ты мне такой крепливый-то достался. Все плачет и плачет. Волнуется, как его в Доме культуры примем. А как? Хорошо примем. Вы ему лучше хорошую зарплату повещаете и квартиру в новом доме. Мы тебе хорошую работу дадим. Будешь моим замом. Ты будешь прием замом. А по совместительству худрубом. Влывается. А Машка чувствует молча. Не хочет ничего. Ну почему? Подожди. Так у него даже бирки нет. Здоров ли он? Интересно, а кем он будет-то? Да хочет он. Он просто такой терпеливый, как все работники Дома культуры. У нас только такие работы. А умеет он, кстати, все. И петь, и танцевать, и сценарий писать, и мастерить, и даже артистом может быть. Вот. Но такого не может быть. Как это не может? У нас все может быть. И это я знаю точно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы идеи отравы, мы и сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Яркие таланты, добрые натуры, ближе к свету к воду, отравни и дуны дуны. Мы идеи отравы, мы и сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. И нам поднимем настроение, по музыку в приятном свете. Мы с нами целую возглавенья, а в небе взрослые и дети. Пускай себя мы очень любим, для нас в профессии и для нашей. Тепло сердец мы дарим людям, спасибо за что не ваше. Яркие таланты, добрые натуры, ближе к свету к воду, отравни и дуны. Мы идеи отравы, мы и сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Яркие таланты, добрые натуры, ближе к свету к воду, отравни и дуны. Мы идеи отравы, мы и сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Мы часто говорим со сцены, слова любви к родному краю. Ведут труды нам на свету, успехи наши умножая. Пускай себя мы очень любим, для нас в профессии и для нашей. Тепло сердец мы дарим людям, спасибо за внимание ваше. Яркие таланты, добрые натуры, ближе к свету к воду, отравни и дуны. Мы идеи отравы, мы и сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Яркие таланты, добрые натуры, ближе к свету к воду, отравни и дуны. Мы идеи отравы, мы и сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты.